24 мая краевые парламентарии приняли законопроект о переходе на мажоритарную избирательную систему проведения выборов в муниципалитетах. Теперь, там где в Совет избирается не больше 25 депутатов, выборы будут проходить по одномандатным округам, без партийных списков. Другими словами, избиратели будут знать в лицо кандидата, за которого голосуют. Сегодня запрос другой у людей. То есть нам нужны депутаты, которых мы избираем лично и непосредственно. Не за партию голосуем. Поэтому давайте подумаем прежде всего об избирателях, а потом уже будем думать о депутатах. И победить на муниципальном уровне бывает довольно сложно. Даже бывает сложнее, чем пройти в ЗАГС собрание, даже в Госдуму, потому что там тебя все знают, там тебя верно оценивают. Там ты со школы, с детского сада, там ты живешь рядом. Поэтому там ты не скроешься за красивыми листовками, лозунгами, обещаниями. Там тебя знают как облукленного. Новый законопроект вызвал неприятие у депутатов из фракции КПРФ и ЛДПР. Тем не менее, закон был принят. 27 депутатов проголосовали за и только 15 против. Им сложнее искать одномандатников, искать личности. Гораздо проще выдвинуть партийный бренд ЛДПР, КПРФ и попытаться вот на этой волне провести двух-трех депутатов районные советы. То есть все. Это не способствует развитию. Они вот понять-то не могут. Они думают на короткий период. Вот выиграем выборы, получим двух-трех депутатов и успокоимся. Это неправильный подход. Вероятность получить мандат от избирателей, а не от партии. Переход на мажоритарную систему вернет политическому процессу былой живости, яркости и активности, считает эксперт. Более того, новый закон, говорят в избиркоме, открывает возможность беспартийным кандидатам посоревноваться с представителями политических элит. Когда речь идет о том, что якобы каким-то образом будут ущемляться права партии при выборе чисто мажоритарной избирательной системы, это, наверное, не совсем правильный подход к пониманию данного процесса. Ну, во-первых, потому что мажоритарная избирательная система у нас достаточно широко применяется уже. То есть в данном случае все сравнения некорректны. Жители отдельно взятого села, муниципального района, они не лишены права голосовать за партию на выборах, которые проводятся в Российской Федерации. Новая система позволит заявить о себе самым разным кандидатам и создать реальную конкуренцию. Это понимают и в партиях, и уже опробовали на себе соседние по ДФО регионы. Новые правила выборной игры, уверены эксперты, позволят наконец исключить использование технологии так называемого паровоза. Когда в списках видны фамилии одних кандидатов, а замещают мандаты уже совсем другие лица. Григорий Анипер, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.